Добрый день, друзья! Вы на канале Время Поговорить. И сегодня мы идем вдоль монастыря Хайлиген Кройц. И мы с вами посмотрим немножко на этот монастырь. У меня уже есть видео на канале об этом монастыре с экскурсией. Поэтому посмотрите это видео по ссылочке вверху. А мы сейчас вам покажем место интересное, которое создали недавно. И попытаемся пойти на пение монаха. Итак, друзья, мы пришли на площадь. Это площадь перед монастырем. Вот так он выглядит. Находится в таком живописном районе. И здесь... Здесь получается современность граничит со Средневековьем. Вот монастырь средневековый, а можно сказать, есть новые постройки, новая семинария, новый университет, которые расположены в том направлении. А сейчас я просто вам хочу показать небольшое место такое, которое сделано для почтения Матери Иисуса Христа, Марии. И там есть все необходимое, чтобы посидеть, поразмышлять и помолиться Богу. И мы туда сейчас пойдем, по этому мостику и посмотрим. Вот здесь такой интересный ручеек. А на той стороне, на берегу, находится как раз это место. Его сделали буквально недавно, в прошлом году. И оно мне очень понравилось. Вот в особые праздники там собираются монахи, поют песни и общаются. Мы сейчас с вами пойдем туда дальше. Вот на этой стороне такая современная церковь и современная семинария. Вы можете ее увидеть. Там она находится. Здесь место. Здесь какая-то реконструкция идет. Пока я не знаю, что здесь восстанавливают. Когда узнаю, скажу вам. И вот мы идем сейчас к статуе Матери Марии. Здесь такая инсталляция есть. И мы вот туда с вами идем. Тут всегда живые цветы. И убрано хорошо. Здесь есть лавочки. И также есть здесь источник воды. Вот с той стороны. И мы сейчас с вами подойдем поближе. Посмотрим, как это все выглядит. Здесь всегда свежие цветы. И очень хорошо ухаживают за этим местом. Написано, чтобы не приносили свечи и цветы именно под памятник. Почему-то определенные, наверное, цели есть для этого. Но это не памятник, а такая статуэтка, можно сказать. И здесь молящаяся Мария, которая молится за людей, которые к ней обращаются. Вот. И для католиков это очень важно. А сейчас мы с вами пойдем в место, в такую небольшую пещеру, где также происходит поклонение. И, можно сказать, такой маленький миниатюрный храм, в котором приносят молитвы и ставят свечи. Люди здесь могут посидеть, послушать проповедь, послушать выступления монахов и служителей. И также отдохнуть, поразмышлять и побыть в тишине. И мы сейчас с вами пойдем в пещеру. Здесь все так аккуратно оборудовано. Сделан заборчик. Это все находится вдоль монастырского ручья. Вот этот ручей, он с чистой водой из источника. И он принадлежит монастырю. Вообще вся территория и часть леса здесь принадлежит монастырю. И они очень трепетно заботятся об этом. Вот и сейчас мы с вами войдем в эту пещеру. И посмотрим, вот здесь такие есть свечи и коробочка для пожертвований. Надо свечку взять, за нее заплатить. И ее можно в честь своих родственников поставить и молиться. И здесь несколько таких коробочек. Вот. И люди могут здесь совершить поклонение Богу. Света здесь нет. И вот мы подходим именно к Иисусу Христу, изображенному на холсте с подсветкой. И таким образом вот человек может поклоняться Богу здесь в тишине, в сердце своем и в своей душе. И таким образом мы с вами уже выходим отсюда на улицу. Вот. Время поговорить.